МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официально утвержденные итоги по Чувашской республике. До этого мы оперировали предварительными цифрами. Предварительные и официальные. Они практически один в один совпадают. Все то же самое. У нас активность избирателей 76,3%. Сразу скажу, очень высокая, рекордная. Для кого-то, может быть, неожиданно высокая. Но мы готовы были к этим цифрам. Мы готовились, работали. В том, что касается результатов выборов, они очень похожи на средние по Российской Федерации. Вообще, на мой взгляд, это одна из особенностей нашей республики. Мы всегда на федеральных выборах голосуем примерно так, как в среднем голосует вся страна. То есть по нам можно делать прогнозы? Теоретически, в принципе, да. Можно. Запросто. У нас за победителя Владимира Владимировича Путина проголосовало чуть больше. Если по России 76,7%, по-моему. А у нас, соответственно, 77,3%. У нас чуть больше проголосовало за Грудинина Павла Николаевича. На полпроцента, если Россия 11,8%, то у нас 12,3%. За Жириновского примерно так же голоса распределились. У нас 5,3%. В России, по-моему, чуть побольше. Вот. Ксения Анатольевна Собчак набрала 1,36%. В Российской Федерации у нее результат чуть лучше. Но зато в Чувашской Республике у нас есть участок, который показал рекордный результат за Собчак. Ее рекордный. Ее рекордный. То есть это самое большое количество избирателей на этом участке в процентном отношении проголосовало именно за кандидат Собчак. Она там заняла второе место. Что это за участок? Я думаю, можно, наверное, уже сегодня сказать. Это специальный участок, который образован был в местах временного пребывания избирателей. В частности, это следственный изолятор номер один. Вот. Из второй четверки чуть впереди оказался у нас Максим Александрович Сурайкин. У него 0,7%. Потом идет следующим Титов Борис Юрьевич 0,57%. Явлинский Григорий Алексеевич 0,56%. И примерно столько же, 0,53% Сергей Николаевич Бабурин. На что можно обратить внимание? У нас нет теперь таких громадных разрывов между отдельными сельскими районами. Города подтянулись. То есть в целом динамика у всех похожая. То есть все показали высокую явку, все показали примерно похожие результаты. Причем, что на мой взгляд симптоматично, в городе Чебоксара у нас почти две трети участков были оборудованы КАИБами. Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Вот участок, где есть КАИБ, допустим, в той же школе другой участок, где нет КАИБа. А результаты почти один в один совпадают. То есть, ну, это говорит, с одной стороны, о том, что можно говорить о том, что развенчивается миф, о том, что КАИБа можно запрограммировать. Я думаю, что вряд ли кто-то смог бы запрограммировать КАИБ так, чтобы он показал такой же результат, как на соседнем участке, где нет КАИБа. А во-вторых, то, что подсчет голосов на участках, где не было техники, он велся правильно. И абсолютно совпадает с автоматическим подсчетом. Александр Иванович, в этом году на выборах работало беспрецедентно много наблюдателей. Помимо тех, которые, как обычно, выставляют кандидаты, наблюдатели представляют кандидатов, были еще наблюдатели от общественности. Наблюдатели от общественной палаты, вот они у нас были, почти по два человека на каждом участке, это отдельная песня. Они очень долго собирались к выборам, готовились, учились. Все дружно пришли на выборы, наблюдали, но жалоб от них практически не было. Здесь два варианта. Либо они отнеслись не очень ответственно к своей работе, либо избирательные комиссии не нарушали. Мне хочется склониться больше к второму варианту. И впервые на этих выборах можно было проголосовать по заявлению, то есть выбрать место голосования, уведомить об этом избирательную комиссию. Оправдала себя эта практика? На мой взгляд, она более чем себя оправдала. Для людей это очень удобно. Это очень непросто для комиссий избирательных. Вот, чтобы все понимали, мы до последнего момента, до глубокого вечера субботы разбирались со всеми реестрами, списками, заявлениями. Потому что, когда вот в таком большом массиве заявлений, все равно какие-то огрехи, они появляются. Избиратель открепился в одном месте, а документ о том, что он не прикрепился на тот участок, на который хотел, почему-то не дошел. Он попал в другую участковую комиссию. И мы вот в ручном режиме это все переносили с одного участка на другой. И более-менее выправили ситуацию к утру, в воскресенье. Но, тем не менее, были случаи, когда избиратель приходил, открепленный, и не находил себя в списке там, где он должен быть. Тогда вот мы в ручном режиме по каждому этому, такому избирателю разбирались, созванивались, выясняли, действительно ли он открепился, не голосовал ли он на том участке, где он открепился, и только после этого давали проголосовать. То есть у нас каких-то предметных, объективных жалоб по этому вопросу, нерешенных проблем по этому вопросу не было. На мой взгляд, нужно обратить еще вот на такой момент. У нас в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждалась ситуация о том, что в Чувашской республике очень много избирателей открепляются именно по этим заявлениям и хотят проголосовать по месту нахождения. Тут даже были подозрения в том, что это задействованы какие-то технологии, направленные на достижение определенных результатов. Да, действительно, у нас таких избирателей было много. У нас почти 60 тысяч избирателей написали такие заявления и прикрепились к различным избирательным участкам на территории Чувашской республики. И вот из этих избирателей в день голосования пришло на избирательные участки и проголосовало 90,06% избирателей. То есть 9 из 10 пришли на избирательные участки и проголосовали. Избиратель может голосовать там, где ему удобно. Он этим правом пользуется. Его никто не заставляет это делать. То есть, если бы он написал заявление, и ему выборы были бы неинтересны, он не пришел бы голосовать. А он пришел. Значит, он целенаправленно сам шел, сам писал заявление. Либо, если бы вместо него написали заявление, он бы даже не знал, что он должен голосовать на этом участке. А 90% проголосовали, значит, тут все в порядке. То есть, это вполне осознанные выборы и осознанные решения. Результаты показывают, что это так. Были ли какие-то нарушения, которые могли бы повлиять на ход выборов? Во время предвыборной кампании или во время голосования? Ну, я уже говорил, что выборы – это огромное такое комплексное мероприятие, когда очень много людей затрачивают большое количество сил для того, чтобы добиться определенного результата. Либо по организации выборов, либо политического результата. И в выборах всегда изначально заложен конфликт, потому что каждый работает на свою партию, на своего кандидата, как в данном случае. И там, где конфликт, там, возможно, обиды, возможно, обращения, возможно, жалобы. И, безусловно, это и в этой избирательной кампании тоже было. Но было меньше, чем обычно. Это во-первых. Во-вторых, качество жалоб, ну, они были не очень существенные. Касались небольших нарушений, легко исправимых. И третий момент. Вот в день голосования количество жалоб сошло практически на ноль. То есть все жалобы, они были связаны с предвыборным периодом, то есть до дня голосования. А в день голосования, когда уже все избиратели пошли на избирательные участки, когда участковые комиссии начали работать, вот жалобы были единицы. И, ну, в большинстве случаев это жалобы были надуманные. Таким образом, если говорить о легитимности состоявшихся выборов в Чувашии, то? Ну, то они, безусловно, были легитимными. Нарушений законодательства со стороны избирательной комиссии не зафиксировано. Даже те, кто вот, ну, могли обратить внимание, что во многих регионах было много жалоб, связанных именно с видеонаблюдением, что камера не все видит, что где-то там зафиксирован вброс в бюллетене, еще чего-то. У нас таких жалоб не было. Это говорит о том, что избирательные комиссии, в первую очередь участковые, за что им огромная благодарность, отработали очень достойно, старательно, и в первую очередь законно. Чувашская республика голосовала, во-первых, активно, ответственно, с какой-то вот высокой, такой вот гражданской позицией. У нас хорошие избиратели, мудрые, умные. И они сейчас стало, наверное, даже модным ходить на выборы. Люди ходят на выборы. Такая хорошая политическая мода. Хорошая политическая традиция, да, электоральная культура. Она повышается. Хорошо, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Центральной избирательной комиссии Чуваши Александр Цветков. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова